друзья здравствуйте сегодня я буду готовить крылышки в медово-горчичной глазури у меня по случаю куплено полтора килограмма крылышек они достались мне по скидке и сейчас их надо разделать я купила крылышки у которых уже отрезаны кончики если у вас крылышки с кончиками то отрежьте их и каждое еще надо разделать на две части по суставу вот так для крылышек надо приготовить смесь соли и пряностей я возьму полторы чайные ложечки соли пол чайной ложечки сахара неполную чайную ложечку жгучей копченой паприки на кончике ложки гранулированного чеснока для аромата и на кончике ложки черного перца пряности конечно можно брать любые на ваш вкус их надо перемешать сахар тут идет как усилитель вкуса и он помогает получить корочку на крылышках крылышки я буду частями укладывать в мисочку и пересыпать пряностями и хорошо все перемешаю чтобы каждая крылышка была покрыта смесью пряностей оставлю крылышки помариноваться на час-два чтобы они просолились и напитались ароматами промариновавшиеся крылышки я выкладываю в жаропрочную форму чтобы они легли одним слоем накрою форму фольгой и поставлю в разогретую до 170 градусов духовку на полтора часа полтора часа уже подходят концу и пора готовить глазурь я возьму одну столовую ложку лимонного сока одну столовую ложку соевого соуса одну столовую ложку острого перечного соуса чили чайную ложечку горчицы и одну столовую ложку меда глазурь надо очень тщательно перемешать вот до такого однородного состояния и так прошло полтора часа фольгу я снимаю тут образовался бульончик такой куриный сок и я его солью жар в духовке я прибавила до 200 градусов и она пока нагревается а крылышки я щедро смажу глазурью поставлю в духовку на 10 минут через 10 минут достану и опять смажу глазурью и так буду делать несколько раз пока глазурь не закончится или не пройдет минут 40 через полчаса крылышки имеют вот такой румяный вид я их последний раз смажу глазурью это уже четвертый раз глазурь у меня практически вся ушла и ставлю крылышки последний раз духовку на 10-15 минут чтобы глазурь окончательно схватилась и у вас и у вас